Без официоза. В тот же раз мы вообще смотрели у нас наступление на столе. Ну, большинство стопов, да? Поэтому воздух я делаю вывод, не буду делать воздух. И по поводу того, что я уже не 10, а 12-15 лет был в Гибалае, на Тибете, сидел в пещерах, ходил два дня по Уделяной, все остальные не будут, потому что этого не нужно. Потому что мы управляем не энергией, не энергией, а психологическими. И в большинстве предусходится психотехника, а не эзотерикам, сверхвозможностям, хотя сверхвозможностям, какие-то что есть, каким-то таинственным знаниям, долгим годам тренировок, а в большинстве все находится здесь, в голове, а не здесь, в энергии, которая остается по следующим годам. Хотя можно и так тортовать, можно и так тортовать, что у нас что-то легче. Мы рассматриваем эти варианты с точки зрения психологии, с точки зрения психологической техники, которая сводится к тому, что если ты будешь делать все правильно, то ты будешь делать все. Впервые я пошел буквально на этот день. Посмотрев выступления, какие у вас, того, другого, третий, по-моему, а пропал, папа и не папа. Или мы не психологи, или мы не тренируем. И почему, получается, очень много народу ходят и делают, а мы не можем. Можем, если все делать правильно, если нужно это сделать изнутри, тогда тоже не нужно. Без того, чтобы долго и мудро сидеть, в пользу соответствующей мудрости никого. Это тоже может быть, тоже для этого результат. Но каждый из присутствующих может повторить то, что есть, чтобы не было обмана в конфликте. Обокременно дальше будет. Все будет праздновать очень буднично. Я хотел делать легкое шоу, а потом решил, буду делать буднично, чтобы не было ни пугать никого, потому что видел глазки у спула у меня. Я тут берегашка, никакого обмана нет для того, чтобы легче отбивалось. Просто, чтобы легче отбивалось. Кто хочет попробовать? Кто не хочет? Я хочу. Разбей. 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 Да и просто приятно. Так, только не. Так, 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 ты просто вот это. Вот это. Милю, для конца разобью. Специальная перевязка деловать полдень. Все. Спасибо. Бутылочку, правда? Что-нибудь какие красивые. Хорошо? Правда? Хорошо? Правда? Да. Для всех, кто будет повторять, я повторяю буду. Потом, в принципе, это не буду, потому что мы повторяем и увидим. Вот эти розочки красивые, которые обычно, пока пенопроходят нах, их нужно, конечно, в сторону сложить. Если какой-нибудь придурок возьмет и станет ногой туда, конечно, порежет. И жилы порвет, конечно, все это будет происходить. Все мусы будет. Поэтому эти штуки, розочки, в одну сторону. Они достаточно страшные. Когда мы едем на море, я все, когда мы проходим, убираем такие розочки, прохожу, чтобы не дать, что кто-то не наступит. Посмотрите. И это кто-то говорит, что, понятие, после 15-20 лет стояния, сиденья где-то наступит на это и не порвет себе жилы, порвет. И если особенно прыгнет на это, если а то наставит, и на счет резателей, конечно, порвет. Конечно. А нормальный человек, если имеется, даже без особой подготовки, можно встать и отходить в сторону. Так, чтобы это не было нормально. И показываю, что происходит, я показываю, в принципе, для того, чтобы потом не было повторов, не было формы сухожилия. Чтобы не было претензий. Четко-то достаточно острое, я забыл. Только розочки я убрал черные. Эта дерева для того, чтобы просто было твердо, когда разбиваю. И холодно. Кто хочет попробовать остро или не остро? Да на какому-нибудь потом в формате взлети. Обман, не обман. Видите, официально переворачиваем, чтобы не бумажками, а рекламные. На сумке. Хорошо, профессионально. Хорошо, профессионально. Хорошо. Само собой я немножко настроюсь. Тут никакой подготовки связано с тем, что внутренний настрой. Да, конечно, это происходит элемент лимитации, связанной с тем, что определенные подготовки, конечно, есть, но тем не менее, тем не менее, идет нормальная психологическая подготовка для того, чтобы сделать шаг. Нормальные законы физики. Нормальные психологические техники, которые не являются достоянием какой-нибудь сверхсекретной эзотерической школы. Нормальные психотехнологии, извиняюсь, что если вы учите, что задается, но тем не менее, сейчас я стану так, что боков было для всех. Окей. Вот для начала, просто для начала. Мои ноги ничем не помазаны. Медом не помазаны. А на них нет ни насильно, ни чего то, что можно защитить на нем. Защитанный слой грязи. Защитанный слой грязи был в Крыму, когда мы ходили по огнямам, и то он быстренько сгорел. Перед тем, как пройти, я прошла сам, он быстренько сгорел. Вкусный запах. И, в принципе, внимательно. То, что происходит, может каждый, каждый может при определенной подготовке. Каждый. Для начала вопроса ставим. Я прямо дам, я дам, я дам. Раздавим. Раздавим. Чувствуешь себя? Хорошо. Хорошо, правда? А мне как хорошо, если бы с ним не было. Окей. Мне нравятся юнтальные глаза, как они смотрят на это, у меня такие глаза. Я, что я сейчас делаю? Я сейчас просто убираю, чтобы не было. А теперь просто покажу. Обратили внимание, да? То есть, оно приклеилось и отпало. Мои черные ноги из-за того, что... Я хожу босиком и дома. Хожу босиком и были в Крыму, но я практически все время босиком. Ну, это только когда в туалет шел. Тогда я делал так. Не из-за того, что я готовил, у меня просто контакт с землей с одной стороны, с другой стороны. Ну, просто энергетико и все остальное. Энергетико-психологическое. Энергетико-псих. Опять же. Вот то, что пронесло, я только отказывал легкую. А вот тут, видите, не надо здесь. Какие из них вот это? Мне нравится особенно звук. Особенно звук им нравится. Показать нам в Крыму? Нет. Не в Крыму? Как это делать? Так ты столько ходишь по земле. По земле. Ну, столько за это. Хорошо. Я хожу по земле босиком, а моя спина по земле босиком. Не ходит. Не ходит. Не ходит. Поэтому я ожидал такого вопроса или на спецами. Это я не готовил. Я думал, что оно все-таки оно не верит. Три года работаю в компании, оно все-таки все-таки не верит. Сейчас начнется дальше. А где музыка? Музыка. Я пока буду надеваться, да? Музыка. Иется В. Оно скользкое, по какому-то оно скользкое. Вы видите, я покажусь на паузу ножки, пожалуйста, но и так сказал, но тем не менее, на паузу тоже. Хорошо. Возможно, мелкие порезы будут. Возможно, потому что есть очень маленькие. Еще ноги подними. Ну, поверьте, что спиной я не ходил, не готовил, если честно. Тем не менее, я лёг. Потом мы поговорим о том, что к чему не так по этому поводу. Вот у меня что-то портало, поэтому подгнул спину. Но тем не менее, я убрал для того, чтобы щекотно не было. Так, пожалуйста, Алина, девочки, по-моему, теперь написать. Я сначала могу дуть. Это запах. Саша. Саша. Вторая на живот, Лена. Опустите руки. Лена, покажи, что ты умеешь. Не бойся, пожалуйста, слазь. Это ужасно, представляете, помочь слезть. Помочь слезть, а теперь помочь не сказать. Так, есть проблемы у нас, нет? Нет. Как-то странно. Что, кровь не клещет? Ужас. Ужас. Роги не дольше. Однозначно. Ужас. 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 Не знаю, как вы, меня в подбросило, в подбросило, в под, легка, где-то как, особенно Лена, помогите мне склеить очень высоко. Особенно Лена, она очень высоко. Окей. Перед тем, как вы пойдете, я готова для него вопросов. Все очень буднично, все очень пополнено. Никакой задыни. Сейчас выйдет. Конечно. Попробуй. Лена, не торопись, начнем работать. Я не думал, как торопись туда. Ленёшь. Через огонь, пожалуйста, а через огонь нет. Вопрос. Такая душа. Рассказывай, как ходить. Почему, что и так. А тебе больно? А? Тебе больно, когда ты ложишься с тренажа? А как ты думаешь, что-то? Даже столько вам нужно. Ну, давайте, я буду рассказывать, Галерета. Ну, естественно, у меня там нету ни болевой точки. Моя спина, неподготовленный хлыстон, который долгие годы избивали, как показано, да? А потом, в принципе, дело, что он нормальный жилая спина. Нормальный жилая спина с нормальной чувствительностью. Плюс, я нормальный человек, внимание, есть такое психологическое заболевание, когда человек не чувствует боли. Один из призывов, я все чувствую, очень хорошо чувствую. Я, конечно, эмоциональный товарищ, я все хорошо чувствую, боли и чувствую. Другое дело, что я могу управлять этим на основании психологических техник, а не долгих, нудных подготовок и заплатенных. Офигенно большие деньги, мы тебя научим, Галерета. Понимаю, ищи. Так деньги не надо, потому что техники могут. Они не такие большие, и так долго, и не с таким нудным. Пафос на полном. Все психотехни. Законы физики. Вопросы вот у нас. Прыкать я буду в следующий раз. Сейчас не буду для того, чтобы нам, типа, готовка определенная нужна. Законы физики. Скорим массивы челюсти. Распределение давления по всей ноге, особенно как на береге. И, в принципе, давление не очень высокое, скажет, отлечка. Не очень сильное, скажет, отлечка. Поэтому не прокалывайте подошву. Это первое. На спину, когда я ложусь, то же самое, еще шлювить. Еще меньше. Когда я настал, давление-то было скоплено, когда-то 50-50, да? Ну, плюс мои 100-150 на марте. Тем не менее, даже это не порвало нашу кожу. Потому что челюстическая кожа, человеческая подготовка, она мощная, она сильная. Если вот здесь включается в это вера. Что я верю в себя. Я верю в то, что я могу. Я верю в то, что я могу пройти, сделать это. Но если здесь, я боюсь, я не могу. И мне нужно учиться учителей, где-то далеко, высоко, для того, чтобы сделать элементарные вещи такого типа, конечно, сейчас не пройдет, пока не получится у учителя. А пока, прошу, не получился у учителя. Он не проходит, а учителя нету. Великого могу очень сильного. Понимаете, учителя здесь у каждого. Поэтому здесь, в большей степени, сделать шаг. Один шаг. Да, нужна программа подготовка, но не столько долго и мудно, и вполне реально использовать нормальные психотехнологические подходы. Поэтому первое, физика. Элементарная физика. Второе, психология. Вера в себя. Я верю в то. Я стал впервые, посмотрев, поранализировав, почитав, подумал. Поранализовал свой опыт. Подумал, почему бы я пройду так, как и все остальные проходили. Ну и где-то как-то я считаю себя мастером на уровне такого же уровня, как многие люди, которые много и многие годы занимаются с терекарисом и с термином. С другой точки зрения, с точки зрения, опять же, энергетики. Поэтому оно так и должно было быть. Оно так и должно было быть. Поэтому прошел. Пройдя, пришел к поводу, что может пройти практически каждый. Даже девушки, например, нежно, мягко, кушай. Которые не ходили в босиком полюса. Которые не ходили в босиком полюса. Потому что моя спина, я думаю, она более нежная, чем женская кожа на опятах. Там вместо мозоли жир? То, однозначно. Но жир, сверху жира кожи, которая имеет тенденцию рваться. И она гораздо более нежно на спине, чем на подошве любой женщины, которая ходит в углу. Поэтому так или иначе, нет, не произошло ничего. Окей. Еще одна вещь, которая к вопросу о том, для того, чтобы нормально вступать, не нужно, если я возьму, так вот, и стукну, и вся, пока будет кровь. Одну простую вещь, порвутся. Кожа порвется, сосуды порвутся. Потому что резкий удар, резкий удар, кроме того, что мы рвем. Любой, даже тупая какая-то вещь при резком ударе, она может привести раны, очень глубокие раны. А очень острые вещи. Они, в принципе, из-за того, что мы не сильно на них нажимаем, даже очень острые вещи, они ничего не делают. Поэтому я становился очень на старую ложную, да? Подождал, пока под моим весом что-то раздравится, а потом уже, а потом уже. Наносил, вес абсолютно весит. Это вот третья вещь, первая, повторяю, это была. Чистая физика, надо поверить, вторая психологическая подготовка. Поверить, то, что сделаю на третье, не делать резкие движения. Резкие движения, связанные с тем, что я такой крутой, я быстро пройду. И после этого все будет уравнение. Несмотря на это, я просто убираю. Вот такие вот руки, может руки, как страшно помыться. Кому-то. Но тем не менее. Тем не менее. Это маленькое для того, чтобы я отошел. Маленькое для того, чтобы я отошел. Попросы еще есть? Есть? Как ты прыгать будешь? Там же резкие движения. Где-то есть прыгать? Я прыгать не буду. Я сказал, что буду топтаться и валяться. Ты сказал, что в следующий раз будешь прыгать. А, в следующий раз я подготовил море с пятки сегодня. И прыгнул. И прыгнул, вот отсюда прыгнул сначала, потом в душе прыгнул. Все требует подготовки. И здесь физически нормально. Человеческое тело, мощное человеческое тело. И оно, в принципе, представляете себе, оно выжило в течение большого количества тысячелетий в борьбе со стихиями, с дикими животными. Не так это все легко. И вы считали про всех возможностей, когда проходят сквозь огонь воду и медные трубы, переворачивают грузовики, и проходят через огонь и горят, и все остальное. И все это есть в нашем человеческом теле. И если это все было по-другому, мы бы не могли это делать. А поскольку мы живем в мягких кроватках, в теплых ваннах, в хорошей одежде, то, в принципе, у нас так все уходит далеко. И мы, так сказать, здесь нежные, маленькие, которые можно белые. Прошу бы сделать подготовки, чтобы вы вообще что-то в жизни поделывали, своей жизнью делали. Жизнь такая. Частная, особенно, которая требует достижения. Которая требует достижения. Вопросы? Потом я хочу, чтобы прошли, а потом я отвечу, что будет дальше по поводу презентации, что будет дальше. Но сначала нужно пройти. Кто желает пройти? А может быть? Конечно, может быть. Так, вот этот ответ хайлор уже это я думаю. Есть страх. Самое главное, если страшно, надо пройти. В принципе, все сводится к тому, чтобы преодолеть этот страх. Вся техника сводится к тому, чтобы сделать шаг. Вся сложная техника. Когда сделаешь шаг, и не резко. Это не как, как обогон мы хотели. А мягче. По одной простой причине, тут выполни физически другие. Мягче. Если делать шаг, но делать шаг не так, а резко, а мягко поставить ногу. После этого стакать. Постоять. Так что, можно попробовать? Не торопись, пожалуйста. Не торопись. И вот для того, чтобы сделать этот шаг, нужно с собой какое-то движение внутри сделать. С одной стороны, с другой стороны. Внутри сердца, внутри головы. И этот шаг часто является шагом к тому, что вы хотите по жизни реализовать. Многим делать нужно этот шаг, и не один, а два. И что-то внутри мешает. Когда мы определяем себя внутри в таких вещах. Знаешь, как большая такая... Не запруда, наверное, но как называют, когда большая запруда. Ну, скажите, как называют. Когда реку пригораживает. Плотина. Ну, еще какие-то названия какие. Ну, не важно. Запруда, плотина. И эту маленькую дырочку сделать, то она сносит всю эту преграду. Так же, она и здесь. Можно делать шаг, и пошло снесло преграду, и понеслось, понеслось. И дало соответствующий результат. То, что ограничивает вас по вашей жизни, и не только в этом, имеется в виду, а потому что вы желаете и хотите. Сделав этот шаг, потом многие вещи становятся очень быстро и легко, потому что вы сделали этот шаг. Ну, шаг надо сделать. Поэтому это самый шаг. Вопросы? Рассказываю, как делать. Просто подходят вот здесь, с этой стороны. С этой стороны, да? Подходят, аккуратненько, мягко, аккуратненько. Ставят в голову. Я сейчас купитаж на кроватину, что уберу, здесь у него одна розочка еще осталась. Я даже на розочке не знаю. Хаос? Дальше. Ну, стараюсь. Хорошо. Это мы потом уберем. Аптечка есть? Я не люблю. Ты знаешь, забыл. Вписки поставил, но забыл ее на сто лет. Так что, ребята, кровью вливаться не рекомендую. Мягко подходите. Так, вот я и так буду. Не сконцентрироваться. Внимание, я не хочу, не беру никаких концентраций по одной прошлой причине. Я хочу, чтобы прошли. Концентрирование, конечно, происходит сейчас, я на старом. Но это не концентрация такого типа, которая требует долгих лет подготовки. Это легко. Это легко. По огню немножко сложно. Немножко уверен, что я не знаю. Концентрация уйти к тому, что вы должны решиться выполнить просто рекомендации. Психотехника освоится к тому, любая техника освоится к тому, что это алгоритм. Раз, два, три. И будет результат на выходе. Будет результат на выходе, если ты будешь выполнять, то как тренировка в любом зале. Физическая тренировка. Делаешь определенные упражнения, выполняешь определенный цикл. И у тебя соответствующие результаты. И ты все выполнишь в правильное время. Нужное количество подходов. Есть результат. Правда, чем больше тренировок, тем лучше. Поэтому те йоги, которые ходят по углям, другим совершенно, которые стоят на острых мячах, там до угоды тренировки, но более длительные. А суть сводится к тому же. Это вот легко. Но я, например, уверен, что смог бы пройти без вопросов и лечь, в том числе и через некоторое время, и на обнаженные мячи, и трилу сломать. И уверен, что через некоторое время можно будет прямо на груди меня раздолбать, как в кино показывают, раздолбать плиту, а я буду лежать на этом без проблем. Через некоторое время. Через некоторое время. Вот это требует подготовки. А это может каждый. Это шаг к реализации ваших мечт. Шаг к тому, что к вашему будущему. Это та самая плотина, которую нужно немножко прорвать, для того, чтобы двинулась и понеслась ваша энергетика туда, куда вы хотите. И поэтому я спрашиваю, кто из вас не может везти. Ну что ж, экстремал. Вызывай. Мягко, спокойно, нет вопросов, не торопясь, не заботясь. Мягко, в ногу, кладем. Старим. Руку в ногу, где я не помогаю. Покрули, Стасу! Покрули, Стасу! Второй руке. Руку где-то побери, пожалуйста. Ах, молодой, пожалуйста. Покрули! 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 Покрули, 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 Покрули. Покрули, Покрули, Покрули. Вы как-то здесь не готовы. Надо брать веничку по-друге. Саша! Кто видит, я сам ее волшебный. Я его беру, я не знаю. Вы достанете прямо в руку ее. Я тебя знаю. Чистая физика, у меня большое разговоры. Да, я тебя знаю. Физика волшебный. Это почти как делается. Физички образовали. Пока нет, я его перестал. Ю-ху! Как по-другому? Большой проблем. Любовь, конечно. Без проблем. Внимание. По-потому. Не делайте на выход. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 И совершенно правильно я сказала, а ног здесь, просто можно делать шаг, и все нормально, правда? Ну не страшно, догадывай? Осталось бедняк. Степа, ловушка твоя, ловушка твоя, Степа, где-то дышит от того, что нужно, наверное, сейчас на дорогу. Ну что, для меня все-таки прямо глазка, а после тебя твоя. Да, раз добьется, а вот и меня. Окей, спасибо. Лес! Только лес, все мальчики. Я хорошо могу ставить вас. Я боюсь. Я боюсь. Не боюсь, не боюсь. Вот так, скорость. Держи, аккуратненько. Смотрите, какие потоки крови, прям море. АПЛОДИСМЕНТЫ СМЕХ 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 Саша, а ты что раздулся? Просто жарко, да? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вы боится, боится, боится. Нет, я не боюсь, здесь просто колется. Любитые колется. Странно, да? А здесь у желтка. Саша, ты что-то там помягче не говоришь, да? Саша, ты что-то музыка не та, Саша, ты как-то не идёте. Саша, ты как-то не знаешь. Саша, ты где-то там, ты где-то там, ты где-то там. Саша, ты где-то там, ты где-то там, ты где-то там. Спасибо.